Магазины в новом порту с внеплановой проверкой посетила Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей. Как раз в одной из торговых точек поселка жители зафиксировали серьезное нарушение. Предприниматель взимал с покупателей, рассчитывающихся банковской картой через терминал, процент за обслуживание. Чем закончилась проверка, смотрите в сюжете Дарьи Зиминой. Взимать плату с потребителей за то, что они рассчитываются банковской картой, вы не имеете права. Каким образом вы будете делать наценку на товары и прочее. Я не хочу, чтобы остальные страдали. Я понимаю вас, но закон есть закон. Взимание у покупателей комиссии за расчет по банковской карте о таком правонарушении новопортовцы сообщили в Роспотребнадзор по Ямальскому району. С каждым платежом, произведенным через терминал для безналичного расчета, предприниматель брал с покупателя по 2%. Не так уж и много, но таким образом коммерсант пытался покрыть свои расходы и предоставить потребителю право выбора. Покупатель должен иметь право выбора. Если он хочет покупать относительно дешевую продукцию, он берет за наличку. Если он приходит с карточкой и не хочет платить за наличку, он должен как-то мне компенсировать мои расходы за то, что я плачу банк. Потому что банк с меня за эти услуги берет. И ведь это не только вот эти 2% он с меня берет. Вот мне сейчас нужны будут деньги, я пойду в банк, скажу, дайте мне мои деньги, и они с меня снова снимут проценты. А были бы у меня просто наличка, я бы пошел и потратил как надо. Кроме этого, еще связь с меня берет за то, что интернет работает. Тоже небольшие деньги, но тоже деньги. В Новый Порт специалист Роспотребнадзора Светлана Мухлынина прибыла не только по обращению граждан, но и по федеральному поручению на проведение внеплановых проверок, реализации биоресурсов, качество формирования сладких подарков для детей, а также общей подготовки хозяйствующих субъектов к празднованию Нового года. Внезапно инспекции не ждали в магазинах, говорит предприниматель Владимир Балясников. И тут же признается, расслабились, бывает и просрочка, но мы стараемся. Потому что я стараюсь ввозить чаще, небольшими партиями, не заваливаю склад. Поэтому, ну бывает там какая-то позиция завалялась, просто не досмотрели. Но стараюсь, чтобы их не было. Магазин, в котором нашли нарушения, опрятный и чистый ассортимент продуктов, здесь действительно широк. Можно найти кондитерские изделия, свежие овощи и фрукты. В общем, жители голодными не останутся. Терминал для безналичного расчета, который использует торговая точка, не единственный. Есть он и в других магазинах поселка. Однако проценты снимают только здесь. Коммерсант решил сделать такое нововведение, соотнося этот момент с процессом ценообразования. И не счел такое решение противозаконным. Допустим, я иду платить за телефон, я кидаю в автомат денежку, с меня 5-6% сдирают и никому ничего, никакого дела нет. Была проведена проверка, составлен протокол об административном правонарушении, так как факты, изложенные в обращении гражданина, подтвердились. Ну и будут приняты меры административного характера. В принципе, предприниматель с нарушениями согласился. И вечером при повторном визите в этот магазин объявление это уже было снято. Но я надеюсь, что в дальнейшем нарушение это не будет возобновлено.